Всем здравствуйте! Сегодня я хотел бы обсудить главную проблему Вартайкон и почему Вартайкон не кажется играбельным, опытным или проигрокам. Что ж, начнём! Первая проблема Вартайкон это, конечно же, читеры, хотя, как бы, читеры должны стоять на последнем месте, но нет, в Вартайконе всё плохо. Вартайкон не настолько всё плохо, что любой, абсолютно, абсолютно любой игрок может установить читы, найти там какой-то скрипт на полёт, кто шарит, то шарит, вот эти все темы найти и может просто начать читерить, убивать, там, хитбокс, если можно себе подкрутить, наверное, ну просто читерить, какой-то скачать, гонять и всех убивать. И просто модерация просто настолько сильно игнорит, потому что, вот давайте даже пример вам приведу, один, который я даже недавно на своём опыте испытал, извините, меня закашляли, просто немножко приболел. Я кидал репорт, тикет, так скажем, в, ну да, тикет, в Тизмоток Сервер, где, ну, видно, что читер летает, убивает меня сквозь стены. И, тупо его ник в табе написан, написан он на экране смерти, то есть, когда ты его убиваешь, он не убивает, то там, например, убит дисплейный ник, убит основной ник. Вот, и мне, знаете, что, мне сказали, да-да-да-да-да, мы его забаним. Ребята, ну это бред полный. Прошло 12 дней, он до сих пор играет в Art Icon. Я ему зашёл через Roblox, ну, Сервер, Файндер, или как он там. Он играет, он ещё вот так вот летает, там убивает всех, ну, то есть, ему абсолютно всё равно, то есть, подораться и не хочет ничего с этим делать, и, мне кажется, в будущем, в ближайший год-два точно ничего с читерами не получится. Даже банальная игра, не знаю, там, пэт-симулятор имеет офигенный античит, или какая-то там, ну, не такая игра глобальная, как в Art Icon, имея их простятский античит, ну, что ты там летаешь, хотя бы оно тебя банит или кикает, ну, хотя бы на этом было бы очень большое спасибо. А в Art Icon, что хочешь, то и делай, тебя максимум там кикнет из-за какой-то, из-за интернета, это максимум, что может быть. Давайте перейдём к второй проблеме. Вторая проблема, это неиграбельность. Сейчас я всё разъясню по полочкам, прям, неиграбельность и обновление, качество их обновлений. Смотрите, вот вышел, когда у нас вышли танки, у нас вышел, не сразу, конечно, но у нас вышел Шерман, Т-72 и Леопард. Тогда на Леопард надо было убить 45 танков. Убить 45 танков, даже с твинком, это более часа занимает, если, как вы мне предлагаете, исполнять это всё как бы в публичном сервере без друзей, ну, к примеру, если я обычный игрок без друзей, чисто в соло зашёл поиграть, обнову вижу, Леопард, и там просто, ну, 45 заданий. И спасибо, что сейчас, ё-моё, понёрфили этот шедевр-парт, как, где он, 35 танков, но всё равно это овер как дофига, что он, ну, согласитесь, ребят. Ну, это ж полное помоище, смотрите, едет он не так уж и быстро, 45 миль. Ну, один миниган, одна пушка и дым, ну и всё. Ничего в нём больше, особенно, что может стоить 45 убийств танков. Я его выполнял, когда было в прошлом задании, так что имейте в виду. Это овербаланс. Ещё, немножко, знаете, мне поражает, почему не облегчили задание на Абрамс. Это же, ну, просто одно место разрывательства. Почему? Так, потому что, ребята, пока вы вот это соспавните технику, пока поедете, когда на момент задания там столько игроков охотятся за... Ладно, может быть, да, я где-то не прав, но, блин, всё равно. Вот вы один раз воруете, ждёте КД, ну, может, там вас начнут рейдить, вам надо сервера менять. Это тоже, как минимум, день или два займёт у обычного игрока. Ну, для танка, который почти ничего не умеет, то есть на сейчасшний момент, да, я на нём поиграл очень много, у меня есть на нём космический скин, но он почти не отличается от Леопарда. Только что у него два пулика, и также у Леопарда и Абрамса есть предотвращение, ну, моментального взрыва боеукладки. И у меня вопрос к вам. Модели или как-то моделеры, дизайнеры в Art Icon, которые придумали, вот эти все импортируют, эти все текстурки сами делают, ай, ну, почему вы не могли сделать Брэдли с динамической защитой, брат? Почему вы не могли убрать вот это у Абрамса? Потому что, ну, такого Абрамса, ну, не часто встретишь, и как-то странно довольно, и нельзя было как-то попроще форму сделать, как-то тут, ну, как-то более понатуральней, и как-то пореалистичнее все сделать, как-то более понатуральному. Вы сделали как-то немножко поигрушечному. Я понимаю то, что они не обязаны делать прям лютые текстурки, потому что у всех будет вахатить, тем более, если они сейчас начнут, то это будет не под стиль Вартайкона и т.д. и т.б. Ну, все-таки, ребят, давайте сейчас просто, ну, смотрите на качество камуфляжа. Ну, это что это? Ну, вы видите это? Я понимаю то, что, ладно, не присматриваемся, просто издалека-то ходим, ну, видно же, вот это вот, видите, вот это вот, вот это вот, вот этот весь ужас. Знаю, может быть, придираюсь. Ну, сделайте вы нормальные скины, сделайте вы скины, если уж пошло на корабли, обновляйте корабли. Ладно, это я уже малую часть затронула, если что, этот выпуск будет разбить на 3 или 4 части, потому что мне говорить придется очень много, и, наверное, не буду выходить каждый день. Смотрите, у меня есть очень много, так скажем, возмущений по танкам. Так как и с СНГ комьюнити, у нас больше такие Т-72, Т-80, Т-80, ууу, ну, всякие вот эти брички с СССР, так скажем. Где динамическая защита? Где динамическая защита? Где тут динамическая защита? Что? Интерьер? Стоп. Чего? Тут был интерьер какой-то. Охренеть. Я только сейчас узнал. Ну, смотрите, ребят. Ну, ладно, допустим. Может, они видят это как бы вот так вот, Т-72. Скажу так, многих деталей тут абсолютно нет. И многие детали тут вообще не совпадают. Они придумали эту модельку почти сами. Вот этого нету. Это только какие-то... Это вообще похоже на Т-64. Больше, если убрать все обвесы, знаете, как в тундре берете, там с пушки отбиваете, например, и вот эта штука у вас отбивается. Если с него вы вот это все стянете, это Т-64 считайте просто. Нельзя было вот тут динамическую защиту сделать. Ну, то есть, как-то немножко больше детализировать, чтобы и чуть-чуть и МХП-шки увеличить, и делайте так, чтобы танки были актуальными. Не делайте так, чтобы они просто гнили, как сейчас Брэдли. Потому что раньше Брэдли до выхода PL-01 или Т-90 просто это было сущимба. То есть, у него птуры крушили все и вся. Ломали вертики, просто танки гондрили, дым выпускаешь от Абрамса Икса. Можно было налегке неопновыводитель на Абрамс Икс просто раздолбашить в кучу мусора, чтобы просто превратиться в кучу праха. Сейчас же он ничего не может. Он даже не может сейчас убить нормально Т-72. Потому что вы убиваете, вы теряете большую половину своего ХП, вы чинитесь, он летит на вас на Мустанге. А Мустанг, извините меня, как для начального вертика, извините, 4 пулика или сколько у него там. Это очень такая нормальная фаер пауэр. Ну вот просьба есть вот к Фортайкану. Добавьте побольше нормальных Снега-танков. Понимаю то, что есть Арматы, там эти, Т-72. Добавьте Меркаву или Меркаву, как вам угодно говорить. Или динамическую защиту поставьте. Почему у Брэда нету динамической? Ну, действительно, немножко непонятно. Добавляют какую-то технику. Например, я до Вартайкана вообще не знал, что от ДАЦ существует. Вообще не знал. Ну, окей, ладно. Спасибо вам за Т-90. Довольно детализированный. И это больше смахит на Т-90А, конечно. Я больше это придираюсь. Но все же, мое мнение, существует место где-то быть. И я бы на месте Вартайкана вообще как бы снес физику пробития и нанесения урона. А у танков сделал бы пробитие. То есть, вы, например, стреляете в НЛД. Ой, в НЛД, да. Вы можете пробить, и, например... Ладно, оставьте ХБшки там. Пускай, например, вы стреляете вот сюда, вы сможете уменьших бы. Стреляете сюда, больше ХБ сносите. Например, в динамическую защите стреляете, она добивается, и, типа, если в то же место еще расстрельнуть, то все. Ну, уже не так все весело, так скажем. И... Как-то немножко нелогично. Ну, то есть, вы куда хотите стрелять, из пулемета, извините меня, или с обычного пистолета, танк уничтожить это как-то слишком уж сильно, нет? Ай, ладно, 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 я тут уже придираюсь. Последнее обновление вы меня очень сильно засрали в комментариях. Не ми-28 имбан, там, всякое такое. Да, может, тогда я был сильно эмоционален, но... Вот, ми-28. Сейчас. Началось. Ай, ой, ой. Да, хороший вертик. Может, я там не разобрался, что... Ну, то есть, пулемет классный, да, но... Вы же помните, когда он только вышел, а я снимала обновление, как только даже еще не было нерфа пушки, ой, апдейта пушки, я его снимала еще когда не было апдейта пушки, он настолько помойный был. Да и тем более, ребята, у меня немножко реально мозг сломался, зачем все-таки добавлять, ну, ракет на земку или эту тему. Да, хпшек у него много, это очень большая тема, смотрите, он по мне сейчас будет агриться, это вообще не мой друг, если что. Ага. Короче, клоу на кусок. Клоу на кусок меня сломал. В принципе, хпшек довольно много, но из-за его объемов и размера, точнее, его снести на изи просто. Ну, с какой-нибудь отдаться, я думаю, отдаться просто на изи, справиться с такой целью. Так, про Ми-28 поговорили, про Инвиктус давайте поговорим. Это какой-то вообще странный вертолет. То он, мне кажется, хороший, то он не хороший. Я вообще не знал раньше, что есть такой вертолет Инвиктус. Я вот эти все знал, вот эти Бэк Хавк знал из каких-то фильмов, Литл Бёрд знал, вот эту штуку более-менее знал. Я не знал вот этого вот, и вот это, ой, вот это вот. Где вы взяли Инвиктус? Я не знаю, ну возьмите какие-то, там, ну, подобавляйте какие-то вертики нормальные. Ну вот, Ми-24, СНГшный вертолет, прикольный вертик. Ну, просто для разрыва пехоты самое то. Но вы его сделали за левел. Я не жалуюсь то, что у меня какой-то маленький левел, и т.д., и т.п. Ну, сейчас все будут абьюзить его, а именно сейчас его и абьюзят. Все абсолютно мои друзья, которых я знаю, которые хотели Мишку сначала выдувать на кварталик, они его сейчас абьюзят, абсолютно. Пока им не надоест. Неделю сейчас, две, три, четыре, пять, пока не пробью, пока им не надоест, они будут его юзать, 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 пока просто всех не задолбают, пока их там не позасирают по шею. Ну, в общем, думаю, с последним обновлением разобрались. Если не разбрались, пишите в комменты, все разберу, все распишу, только без агрессии. У меня будет мотив взять ваши комментарии на рассмотрение в следующее видео. Что ж, последний пунктик обновления. Ну, в принципе, мы это немного разобрали и сейчас глобально перейдем к обновлению всем. Вот, что вы добавляете, ребяточки? Вот, например, что у нас в последнее время добавили? Вот этот вертики всякие, также баги не исключено. Вам? Suggestions или там Top Ideas, я не помню, как этот канал, конечно, ну, дословно называется, но в Kizmod Community там есть канал, где можно предлагать идеи. Господи, там тип предлагает сделать баланс нормальный, не сделать донат таким деймбовым, потому что, видите, я фулл донатный хожу, потому что, буквально, если я одну пушку ниже сменю, у меня уже любой донатер вот так вот выносить будет, потому что урон с фала, извините меня, это какой-то ужас, но разброс, конечно, дает о себе знать. Вы скажете, ну, пускай донат будет, все-таки цена там большая, не каждый себе там его позволит. Да, согласен, но шанс с рулетки его выбить есть? Есть. И если же уже на то пошло, красивенько делаешь, если же уже на то пошло, сделайте экспе, чтобы она шотала в тело. Пожалуйста, ну, ребята, ну, задумайтесь. Взрывная пуля, взрывная пуля, она бы в жизни, ну, я не буду прям детально описывать, что бы она сделала с вами, но в жизни вы явно бы не выжили после попадения в ноги или, ну, ладно, в ноги выжили бы, но в торс, ну, вы бы точно не выжили, в руку еще, ладно, может быть, там выжили, может быть, там, свое лего в правую ручку, так скажем, откинете, и будет все нормально. Но в тело вы должны просто, ну, того просто, на тот свет уже полететь со скоростью 200. ну, сделайте так, пожалуйста, или делайте донат неимбовым, или убирайте вообще барет, тоже, есть предъявы, сначала его сделали, то после каждого выстрела надо передергивать, то сделали теперь его каким-то пулеметом, не поймешь этих разработчиков, и тем более не написали про барет абсолютно ничего в, ну, в ченчеводе, что изменили, что добавили, теперь мы не можем вот так вот возле каждого выстрела перейдете, а мы теперь можем как с пулеметом хреначить. И вот, объясните, почему вартака не берет идеи с стоп-суперкеша? Не предлагаю, добавьте там динамичную защиту, добавьте там, не знаю, машинку какую-то новую, добавляйте маленькие обновления, но часто, часто, часто комьюнити будет рада, т.д. и т.п. Если не верите мне, можете сами зайти в кинзмоток сервера, он под вартака нам есть, и посмотреть там все детали, чтобы никого не осталось сомнений. Да. О, господи, аж язык заплетается. Добрый день, дружище. А кто вы такой? А кто это? Брэд Стик. Кто ты такое? До свидания. Ну, в общем, я не понимаю, почему вартака не берет идеи, и предлагают там, например, обновить JLTV-шку. JLTV-шку обновили, да, но не так, как хотела комьюнити. Ну, еще ошибка вардайкона сделать пустынную карту. Они сделали пустынную карту, это настолько глобальная ошибка, что, да, почему я тогда играю вардайкон? Ну, поигаус, а что играть, собственно, в робоксе? В робоксе уже все абсолютно помойка. Реально. Сейчас. Все, абсолютно в ней помойка. Найти режим, где нету вот этого вот интерфейса, фри меч, там, новая акция, найти такой минималистичный режим, как вартака, с не навязывающими рекламами, добавьте фавориты, с нормальным, в кавычках, разработчиками, и довольно сложно. Но, в принципе, что-то нам не нашли, и что имеем, в принципе, то имеем. Пока что... Так, ах ты гадина такая. Ну, туда тебя. В принципе, играть можно, но надо отвлекаться, это как минимум, а как максимум просите разработчиков или как-то с ними связываться, но, кстати, ребят, эта кнопочка просто для декора, она абсолютно никак не работает. Мы с друзьями пробовали по 13 миллионов раз, стыкали на нее, репортили настоящих читеров, абсолютно все равно. Я на нее один раз, сто раз отправил репорт. Ну, неужели нельзя было заметить, что я отправляю репорт? Ну, как бы, ребята, сто раз на кнопочку нажать. Это как бы давным-давно ух ты. Смотрите, какой гений. Опа. О, гений ты какой. Откуда? А-а. Вот меня интересует еще комьюнити вартайкона. Какое же оно все-таки интересно. Летает на апаче, нет бы в себе взять какой-то либо тигр, либо птичку. Нет, мы будем летать на апаче, ема, вот это скилл. В принципе, у меня пока что идеи закончили, что можно рассказать в видео. Пишите комментарии, что у вас не понравилось в этом ролике, ваши идеи на следующее такое, абсолютно такое же характера видео. Всем спасибо за просмотр и всем пока.